Прежде всего, позвольте от имени членов конференции приветствовать всех политзаключенных и в связи с этим вспомнить Армена Григоряна, ставшего жертвой Николовского режима. В далеком феврале 1994 года до спецоперации, в которой сегодня обвиняют Россию, было ой как далеко. А ведь именно тогда Украина, первая из постсоветских стран, заключила соглашение с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира». Одно упоминание этой программы вызывает негодование у любого армянина, ибо напоминает ему об убийстве Гургена Маркаряна, поехавшего в 2004-м в Будапешт в рамках этой мирной программы. Нераскаившийся азербайджанский офицер, нанесший в центре цивилизованной Европы 16 ударов топором в спящего армянского офицера и осужденный на пожизненное заключение в Венгрии, 31 августа 2012 года был передан Азербайджану, где Ильхам Алиев подписал указ о его незамедлительном помиловании. 8 июля сего года газета Global Times написала, «Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин привели в ярость страны Евросоюза и блока НАТО». А тогда, в 2012-м, страны Евросоюза и блока НАТО пришли в ярость, узнав об экстрадиции на родину пожизненно осужденного убийцы. Может, они пришли в ярость от наглости Алиева, подписавшего указ о его незамедлительном помиловании, и в наказание за это на Азербайджан посыпались санкции? Нет. Соединенные Штаты были шокированы, были неудовлетворены объяснениями Венгрии и Азербайджана, выразили глубокую озабоченность и передали азербайджанским властям свое разочарование. 17 июля сего года Ройтерс написала, европейский парламент в среду резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. А уже 18 июля министр иностранных дел в Венгрии заявил Лаврову, что Киев остановил транспортировку нефти Лукоила в Венгрию из-за ужесточения санкций. А чего же тогда не останавливали транспортировку нефти в Венгрию? И почему тогда не было санкций и ограничились лишь словесной критикой Орбана и Алиева, когда убийцу с пожизненным сроком заключения без права на помилование в течение 30 лет не просто тихо-молча помиловали, но за убийство армянского офицера в Азербайджане его героизировали. Лишь после этого случая и реакции Европы и Запада в целом на экстрадицию убийцы из европейской тюрьмы у любого армянина вообще должно было отпасть желание вступать в ЕС и стать членом этой организации, этой двуличной Европы, о которой Рубен Севак высказался намного хлеще. Европа? Европа – это дипломатическая шлюха, что сеет золото, чтобы пожать политический блуд. Хотя желание влиться в эту организацию вообще не должно было появиться у любого, кто помнит, как эти страны, сегодня задравшие вверх свои носы, по-пластунски за какие-то дни и недели сдавались в свои же страны. Краткий экскурс в недалекое прошлое. Кем и когда был основан Евросоюз? Великое герцогство Люксембург! Начнем 6.10 мая в 4.35 утра вторжение нацистской Германии на его территорию закончилось в 9 утра того же дня. Нидерланды. Тем же утром немецкие войска вторглись и в эту страну. И через 5 дней, 15 мая 1940 года, нидерландские вооруженные силы капитулировали. Бельгия. Тем же утром гитлеровская Германия вторглась и на ее территорию. И ровно через 18 дней, 28 мая 1940 года, бельгийские вооруженные силы капитулировали. Франция. Тем же утром 10 мая 1940 года немецкие войска начали наступление на Францию, которая капитулировала через каких-то 40 дней. 22 июня 1940 года. А вот армянам, надеющимся на помощь Франции, напомню, что более миллиона французов сдались в плен. И еще в конце 19 века Франция открыто выступала с одобрением кровавых преступлений красного султана Абдулгамида, а в 21-м сдала туркам армянскую киликею. Ведь Франция столетиями была самой туркофильской страной Европы. Италия и Германия. Но про фашистскую Италию и нацистскую Германию в 1941-м, напавших на нашу страну, даже не стоит напоминать. И вот эти разгромленные советским народом страны 23 июля 1952 года основали сегодняшний так называемый Евросоюз, которым, размахивая, как морковка, висящая перед идущим ослом, пытаются вовлечь туда и другие страны, чтобы полностью контролировать их. Хотим ли мы иметь таких союзников, которые свои собственные страны сдавали в течение нескольких дней или недель? Нет. Верим ли мы им? Нет. Ибо мы прекрасно помним, чего стоит слово европейских должностных лиц или их подписи по поводу урегулирования вопросов на Украине. Как потом скажет Владимир Путин, оказывается, все эти минские соглашения никто и не собирался исполнять. Может, наша экономика взлетит до небес даже выше, чем при нашем членстве в Евразес, когда товарооборот только с России составляет 7 миллиардов 306 миллионов долларов с хвостиком? Конечно, нет. Ибо вступившие в ЕС еще в мае 2004 года Польша, Литва, Латвия, Эстония, имеющие со странами ЕС и сухопутную, и морскую границу, по европейским меркам все еще являются бедными странами. Может, ЕС даст нам мощную защиту от постоянных посягательств турок? Нет. Ибо когда на наших людей падал белый фосфор, ЕС не применил ни военных действий, ни санкций Азербайджану к Азербайджану. И возникает резонный вопрос. А что нам дает это членство в ЕС, кроме безвизовых поездок? Собственно говоря, обеспеченные слои населения и так едут туда, когда хотят. А неимущим будет въезд визовым или безвизовым абсолютно все равно. Фактически никакой пользы от членства в ЕС для Армении не будет, кроме европейской дубины, которая будут нас усмирять при непослушании. А сегодня есть даже ядерные дубины. Сегодня зло даже не скрывает свой оскал. На днях армянские СМИ взорвало сообщение, что в столь любимой западниками независимой Армении, откуда нужно выдавить Россию с его 102-й базой, при Министерстве обороны Армении появится постоянный советник армии США. Ситуация напоминает отношения вассальной Турции и ее хозяина Германию с ее военными советниками, которых, впрочем, заставлял бежать и не раз царский генерал Николай Николаевич Юденич. Кстати, германские советники сыграли зловещую роль в судьбе армянского народа. Так, в конце XIX века, в 1899 году, Deutsche Bank подписал меморандум на строительство и эксплуатацию багдадской железной дороги. И в 1900 году Месопотамию и Западную Армению посетил крупный германский геополитик Пауль Рорбах, заключивший, что для создания однородного турецкого населения в Северной и Восточной Анатолии необходимо осуществить, внимание, массовое переселение армян в районы строительства багдадской железной дороги, что поможет решить сразу две важные задачи. Во-первых, строительство дороги будет обеспечено необходимой рабочей силой. Во-вторых, русское влияние в Западной Армении будет ослаблено. Напоминаю, это еще 1900 год, до большого геноцида еще больше 10 лет. Вот такая циничная программа Германии, в лоно которой так стремится сегодня мой народ. А про постоянного советника армии США можно сказать словами порой Ресевака «Хамайн ашхарим и штакан керин, евхорт хайрика, айс лерна кырзу». Всегдашний дядюшка всего земного шара и отчим этого высокогоря. Эзра Зея, заместитель госсекретаря мощнейшей державы США, прибывшая в маленькую дышащую наладан Армению, с восторгом говорит, это отрадное, долгожданное событие. Конечно же, отрадное, но не для армян, а для США. И, конечно же, США рады переходу, кавычки, отношений США с Арменией к стратегическому партнерству. Хочется понять, как два фактических воюющих друг с другом государства одновременно смогут быть нашими стратегическими партнерами. Конечно, этот вопрос тупиковый, но когда гости из Америки заявляют, что Соединенные Штаты не видят ничего, что указывало бы на то, что военное присутствие России способствует созданию более мирного и стабильного региона Южного Кавказа, то здесь пропадает вся интеллигентность и просыпаются гены. Гены вырезанных в западной Армении родственников. Конечно же, вожделенная мечта Америки и коллективного НАТО в целом не только в Армении, но и на всем постсоветском пространстве вообще не видеть ни одного российского солдата. Собственно говоря, именно над этим работали и работают всевозможные фонды и методы идеолога цветных революций Джина Шарпа, которые превратились в эффективный инструмент для смены неугодной Соединенным Штатам власти. Украина – наглядный тому пример. Судьба цветущей, богатой страны, где дважды проводилась цветная революция, оранжевая и революция достоинства, до боли схожа с судьбой Российской империи, когда вследствие первой в мире и крупнейшей цветной революции, известной как буржуазная или февральская, распалась огромная империя, а миллионы ее подданных убивали друг друга на полях гражданской войны. Сегодня объявлена война до последнего украинца. Не удивлюсь, если этот военный советник из США объявит о войне до последнего армянина, ибо истинным организаторам этих революций совершенно все равно будут погибать братья по крови славяне или армяне и турки. А действия и высказывания Никола и его чиновников свидетельствуют о том, что трагическая судьба Украины грозит и нам. Посадив своих людей на высшие руководящие должности почти во всех постсоветских странах, Запад хочет уничтожить нас поодиночке, как делал это Гитлер со странами Европы. Мы должны помнить свою историю и, сплотившись вновь, выйти победителями в необъявленной нам войне. В данный момент, когда мы обсуждаем наше будущее, сидя в этом зале, в Армении проходят американско-армянские учения Eagle Partner 2024. Они начались 15 июля и продлятся по 24 июля. Кстати, они проходили и в сентябре 2023. Какой мир несут игры с НАТО, можно наглядно увидеть на примере разрушенной, обезлюдившей Украины, когда-то мощной и самой большой страны в центре Европы. Собственно говоря, до полной разрухи и распада Армении, как таковой, тоже осталось немного, если не пресечь воинственные аппетиты НАТО. Сегодняшнее горе руководства Армении, сближаясь с НАТО, по науськиванию Запада отказывается проводить учения в рамках ОДКБ, перестает платить туда взносы и обсуждает вступление Армении в ЕС. С этой целью в нас пытаются убить все армянское, насаждая чуждые нам ценности. Сегодня во всем мире идет борьба добра со злом. Армянский народ, еще в 301 году на государственном уровне, принявший христианство, просто не может принять те ценности, которые культивируются и насаждаются на Западе. Нам чужды как однополые браки, так и нумерация родителей. Мы состраданием смотрим на несчастных детей, которым внушают искусственные понятия о смене пола, и не хотим, чтобы и наши дети подвергались подобным чудовищным пыткам, как моральным, так и физическим. Политика сегодняшней России в отношении семейных ценностей полностью совпадает с нашим мировоззрением. И поэтому мы, следуя заветам нашего духовенства последних двух столетий, выбираем в качество своего стратегического союзника и партнера именно Россию, руководитель которой сумел после распада СССР и жутких девяностых, поднять с колен свою страну, восстановить ее военную мощь и достойно уже третий год противостоять коллективной мощи НАТО и Запада в целом. Да благословит Господь дружбу между нашими народами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...